всем привет друзья меня зовут вилли вы на канале мото хайки в этом видео хочу показать вам все свои мото перчатки ну и соответственно рассказать какие то может быть плюсы и минусы и особенности перчаток начну со своих первых перчатков это которые были мои самые самые первые когда у меня было еще хонда себе r650 это перчатки от fm это домашняя марка так скажем от магазина пола германии это спортивные перчатки то есть они в принципе очень классные перчатки то есть я ему был очень-очень доволен это летние перчатки в них очень много защиты то есть защита кулака вот этого места я не знаю как она называется в общем пальцы все защищено пальцы были у них сшиты я правда мне неудобно было я их расшил ну то есть разрезал здесь вот слайдер здесь в общем куча всяких интересных вещей но они не для дальников скажем так если в них умеренно ездить скажем не слишком большие пробеги то принципе их тоже можно использовать и в дальнике но как показала практика последние вот я ехал сейчас швеции и я за день решил проехать тысячу сто километров и в итоге у меня даже до сих пор еще не отошел палец левой руки вот здесь огромнейшая мозоль здесь мозоль которая доставляет небольшие неудобства так как у меня здесь когда-то был давно abscess и теперь вот когда намозоливается немножко побаливает рука ну это как бы нюанс но сам факт что удивило меня что нам на мозолил именно вот левую руку то есть хотя правая рука в основном держалась левая по большей части отдыхала в дороге из чего я сделал вывод что для дальников эти перчатки лично мне не подходят ну в целом именно для лета особенно для тех кто ездит на спартах вообще вещь отличная так далее я буду показывать вам свои перчатки по мере их приобретения скажем потом после этих перчаток стал вопрос если ехать в дождь соответственно нужны были другие перчатки эти в дождь не подходят убираем и показываю вот эти вот эти перчатки от фирмы вануччи они как бы дождевые с мембраной тут какая-то у них своя мембрана это не из них артексов с негор тековская но в принципе перчатки тоже довольно таки неплохие по большей части сделаны из кожи тут под немножко текстиля да за эти перчатки ничего плохого не могу сказать единственное что я как бы немножко не угадал видимо со своим размером хотя на сухую если их одевать то в принципе как бы одеваются сидят ну прям размер идеальный но есть такой нюанс если вы где-то на дороге там во время дождя остановились заправиться или что и вам надо было снять перчатки и вы как бы потиху чуть чуть намочили руку то есть она влажная даже просто от влажности воздуха стала то с каждым разом запихивать руку в перчатку становится все труднее и труднее вплоть до невозможности потому что еще не забывайте когда долго едете руки немножко опухают в общем так же как и ноги дают небольшой отек поэтому если в дождь такие перчатки отдел то лучше как можно меньше снимать то есть без необходимости не снимать да ты с этих перчатках я проехал тоже довольно таки до долго у меня даже здесь они немножко порвались то есть оба перчатка здесь вот позавались я их отнес в пошивочную там мастерскую и мне и и здесь просто заплатку сделали но сделали заплатку таким образом что не учли что здесь идет как вот такая вот как гармошечка типа резинки чтобы манжета был немножко тянулась и мне просто прошили это все украине все то есть теперь здесь у меня фиксированная ширина ну так как я эти перчатки как бы буду списывать их одевать можно на руке сидят нигде не жмут именно мне проблем не достает поэтому я не стал как говорится выяснять все равно они идут скоро под подписание его уже возраст дальше так как я езжу не только в сухую и влажную погоду я еще еду и езжу и зимой то есть тоже встал вопрос а зимних перчатках тоже посоветовали мне в луисе взять ванучи то есть они реально очень мягкие очень такие легенькие и теплые то есть они также не промокая не промокаемые тоже с мембраной но они реально теплые очень удобные прям вот как лыжные на вот по ощущениям тут вот есть такая тоже специальная штука чтобы можно было дождь с визора убирать так что в общем как бы эти перчатки у меня еще наверно останутся надолго то есть пока не сносятся потому что менять их смысла я не вижу ибо они меня устраивают но это зимний и вот после того как я натёр мозоль вот в этих перчатках было мной принято решение приобрести какие-то летние перчатки но что-то другое что-то более подходящее так как у меня вся снаряга весь экип куртка и мотоштаны от фирмы рука ну соответственно было принято решение посмотреть тоже в сторону руки и взял вот такие вот перчатки это рукавские летние модель блин как же она забыл но в общем у них там она по-моему одна модель именно так в текстиле как-то там air vent по-моему называется 20 в общем это легкие летние перчатки сделаны полностью из текстиля внутренняя часть у них как бы похоже на замшу но это не замша тут есть такие видите переливается от на солнце такие как силиконовые полосочки ну чтобы можно было хватать ручку газа в общем прикольная штука чтобы можно было хорошо уверенно держаться за руль также у них здесь есть на пальцах вот такие кожаные вот кожаные места чтобы можно было тыкать в этот дисплей телефона работает очень очень хорошо также вот мне понравилось внутренние это внутренний подклад их ним то есть материал то есть насколько приятно рука в них залазит снимается одевается очень легко быстро я в них еще правда не ездил но в ближайшее время я конечно обкатаю поэтому по именно комфорту в дороге я сказать про них ничего не могу но то как они сидят на руке мне нравится я думаю они будут очень хорошо показывать себя в дороге например вот эти перчатки они были куплены именно прямо чтобы по размеру подходили их одевать немножко скажем сложновато ну когда вот рука сухая опять же не опухшая то есть одевается нормально снимается тоже относительно легко но если на улице очень жарко и у вас руки немножко спотели или влажность воздуха на улице то все это чувствуется и порой когда часто надо одевать снимать допустим при прохождении какой границы как вот я в этом сезоне ездил в россии мне на границе приходилось по 1 5 показывать документы паспорт птс не знаю там пока пройдешь эту границу раз 15 покажешь все документы приходилось сначала снимать одевать потом просто плюнул кинул бардачок и ехал так ну вот собственно это вся моя коллекция на сегодняшний день моих вот и перчаток ну пожалуй все то есть если понравился видос был для вас полезным можете жмакнуть лайк если есть какие то вопросы не стесняйтесь задавать их в комментарии по возможности я на них отвечу ну а если зададите какой-то такой интересный вопрос на который я не смогу просто так двух словах в комментарии ответить то соответственно я запишу на эту тему отдельный ролик поэтому ребята не стесняемся пишем спрашиваем ну все с вами был вилле до новых встреч всем пока